Вроде самостоятельно, значит, чтобы было понятно, мы вводим все, что есть, на медицинские отходы, на другие отходы мы вводим через один период, будем так называть члюз. Тут есть маркировка по всем отходам и, соответственно, они не поступают. Так, это уже красная зона, да? Пожалуйста, быстро, быстро, быстро. Да, пусть. Да, пусть. Это уже инвестативно. Это уже инвестативно. Не играй так. Не зацените вообще. Обычно мы с этой зоны начинаем рассказывать о сути нашего отделения, о главной сути нашего отделения. Значит, это красная зона. Здесь пациенты, как господин Виталий отметил, находятся пациенты, которые нуждаются, будем говорить, в стабилизации, в реанимационных мероприятиях. В общем, пациенты сургентные, срочные пациенты с угрожающими жизнесостоянием. Значит, какие у нас возможности? Здесь у нас пять коек и рабочее место. Как вы видите, рабочее место у нас оснащено по последнему, будем так думать, что по последним требованиям со всеми. Мы еще думаем вот здесь менять, ставить операционный стол. Мы ждем, когда уже откроется оперблок и будем идти на тот операционный стол, потому что здесь даже проводятся мелкие операции. Ну, не апендицит, само собой. Для того, чтобы зашить кровоточащую рану, стабилизировать пациента, могут быть здесь и наши врачи, специалисты, могут быть здесь на месте. Значит, красная зона. Вот вчера у нас было по красной зоне 8 больных. Раньше было меньше у нас больных в красной зоне, а сейчас мы имеем два очень важных проекта. Один проект по стабилизации, показанию срочной помощи больным с инсультом, строк. Для этого у нас предусмотрено место, вот там кровать, если вы заметили, там специальная кровать. Остальные, и во всем отделении у нас кровати нет. У нас только катал туда, не как называется. У нас катал туда, для того, чтобы мы надеемся в пациентах. Как? Строк. Строк? Строк. А что это строк? На УЗИ. И кровать это неудобно. А здесь кровать предусмотрена для начала пациента. Тромбой из пациента. Если они поступают к нам в терапевтическом окне, знают уже, что пациент в терапевтическом окне, может быть, его функции жизненные восстановлены, если вовремя этот тромб визировать. Да. Если его реализировать вовремя. Но для этого мы имеем прямо здесь рядом компьютер. И вопрос, который был задан. Сейчас вот этот проект, республика оснащена дополнительно компьютерами районы, и мы имеем связь, интерактивную связь, потому что наша больница является центром для оказания помощи и в смысле консультации, в смысле привести к нам рядом четыре района, рядом с нашим Тишиневым, которые привозят больницу прямо сюда. Для того, после консультации, у нас дежурят врач-невропатолог из этого центра сутки и врач рентгенолог, иммодистика, которые идут в консультацию и шимический инсульт, везите, начинайте, делайте и везите к нам. Это на ваш вопрос я отвечаю, если нас предупреждают о том, что привезут больного. Во-первых, консультируют и предупреждают, что вот такого звонит и вот такого больного. Мы даем согласие и такого больного везут к нам. Естественно, начинается тромболиз и, соответственно, следующий этап – тромбоэкстракция, который тоже проводится в нашей клинике. Красная зона – это был у нас первый проект запущен в январе месяце и он уже работает. Так будем говорить, допустим, вчера у нас уже было, по-моему, три или четыре больных, которые привезли в терапевтическом окне. Другой очень важный проект – это «Фраматин». И вот мы с ним как бы сейчас вот уже работаем с этим проектом. Спасибо всемирной организации здравоохранения, потому что этот проект мы развиваем благодаря им. И мы видим, что он…